дорогие друзья добрый день сегодня хочу показать вам удобрение которое в последнее время используют для выращивания своих фиалок удобрение называется мастер от компании valagra это универсальное удобрение с формулой 18 18 18 значит удобрение порошком кристаллами кристаллы очень хорошо растворяются в воде расход удобрения идет 1 грамм на 1 литр воды если поливать фиалки ну раз в неделю да если же поливать фиалки с каждым поливом то требуется 0 2 грамма на 1 литр воды значит как я развожу это удобрение я делаю концентрат 1 грамм на 1 литр воды и потом этот литр воды еще разбавляю там не знаю три литра в трех литрах воды у меня примерно получается микродоза удобрений которую я вношу стараюсь вносить по крайней мере с каждым поливом вот я очень долго пользовалась удобрением бона форте потом в последнее время я поливала свои фиалки фертика люкс вот и сейчас перешла на мастер значит почему я сделала выбор вот в пользу мастера у меня в этом сезоне очень много трейлеров трейлеры это такие дружочки которые постоянно растут постоянно цветут и в общем-то удобрение им нужно получше да по питательнее вот поэтому я почитала отзывы какое удобрение лучше всего использовать для выращивания трейлеров и остановила свой выбор вот на мастер от компании валагра купила я это удобрение на валдберисе здесь я не знаю сколько тут грамм достаточно много надолго хватит этой упаковки вот и цена по моему 300 чем-то рублей то есть вполне себе даже ничего вот конечно я поливаю свои фиалочки вот этим удобрением только где-то месяц еще как бы рано до говорить о том что это какое-то там бомбическое удобрение для фиалок но по крайней мере плохого я ничего не заметил на удобрениях мастер от компании валагра уже вот начали зацветать мои фиалочки смотрите оптимара литтл монстоун мне таня присылала детку еще в мае месяце и что-то она как-то у меня туговато росла вот пока я не стала ее подкармливать вот именно мастер удобрения касается воды да я практически перестала пользоваться водой из-под крана в последнее время много дождей как-то и летом дожди все время были и осенью дожди поэтому я живу в частном доме собираю дождевую воду и чаще всего поливаю свои фиалки именно дождевой водой если же у меня дождевая вода заканчивается покупаю в магазине на разлив воду но иногда если там не успела купить или еще что-то отстоянной водой могу паре полить свои фиалки но если я использую от отстоянную воду тогда я не не пользуюсь удобрениями в общем то вот так вот также хочу вам показать кукушкин лен мох да вы у меня спрашивали как он выглядит вот я тоже заказала этот кукушкин и он мне как раз только пришел вчера посмотрите так у меня плохое освещение вот очень плохое поэтому даже не знаю что вам тут будет видно ну в общем то вот он такой вот чистенький влажненький в тот раз я заказывала как-то пришел он тоже был хороший но попадались палочки веточки которые приходилось убирать а сейчас вот подоткрыла немножко и смотрю прям вообще чистый пришел то есть без всяких лишних веточек в таком пакетике здесь по моему 11 25 литра тоже что-то по моему стоит 300 чем-то рублей ну если переукоренять фиалки да вот то вот этого добра хватит надолго я также часто еще выращивают трейлеры сейчас вам покажу вот трейлер которые у меня на верхнем боливе я его на фитиль еще не ставила недавняя пересадка было и чтобы земля грунт не пересыхал торф не пересыхал потому что отопление включена трейлер на подоконнике растет я прям вот этот мох укрыла и как только он просыхает делаю полив вот как видите ничего не пропадает ничего не загнивает там постоянно влага в грунте и в общем-то трейлеры хорошо отзываются на вот это все также сейчас хочу попробовать добавить вот этот кукушкин лен состав грунта вот и попробовать как будут себя фиалки вести на фитильном поливе по сравнению с мхом с фагнумом значит кукушкин лен он меньше ну мне кажется что он меньше впитывает в себя воду вот он более такой вот воздушный и фиалкам по по идее должно быть в нем очень даже комфортно ну это все нужно на что еще хочу обратить ваше внимание не подкармливайте пожалуйста фиалочки если они у вас болеют плохо растут или еще что-нибудь то есть видите что с фиалкой что-то происходит не туда старайтесь ее пересадить не подкормить а пересадить потому что как правило фиалки у которых тусклые листочки там я не знаю которые не хотят цвести плохо растут эта проблема с корневой системой и до тех пор пока фиалочка не отрастить хорошие корни никакое удобрение ей не поможет вот так вот подкармливают фиалочки только здоровые помогают и чтобы им ну чтобы они дольше цвели до чтобы листочки не портились не желтели а больные фиалочки ни в коем случае это одно из главных правил использования удобрений так ну на этом буду с вами прощаться в ближайшее время постараюсь снять видео показать что у меня цветет из новинок поделиться там так сказать своими впечатлениями о сортах и так далее и тому подобное в общем то всем мира и добра благополучия здоровья до свидания о сортах и так далее и